Даня? Побеждают только настойчивые. Что? Ботан? Что он тут делает? Надоел уже. Что ты на меня смотришь? Вот и правильно. На меня лучше не смотреть. По-любому Ксюша звонит. Да хватит меня уже сбрасывать. Ксюша! Достал уже! Что вы все от меня хотите? Алло, что ты от меня хочешь? О, наконец-то ты взяла трубку. Ксюш, ну хватит обижаться. Давай погуляем. Ты подружился с Даней? Я же сказал, я не буду общаться с этим ботаном. Пока вы с ним не подружитесь, мне не звоните. По-моему, ничего другого у меня не остается. Эй, ботан! Ботан! Что? Иди сюда. Тебе надо, ты подходи. Не, ну ботан точно оборзел. Да иди сюда, есть очень важный разговор. Я с тобой не разговариваю. Это разговор о Ксюше. Ну и что за разговор? Слушай, я знаю, что ты не хочешь со мной общаться. Какой ты догадливый. Да, я такой. И представь себе, я тоже не хочу с тобой общаться. Но Ксюша наоборот, хочет, чтобы мы дружили. Поэтому предлагаю объединиться. Ради общей цели, помириться с Ксюшей. Хорошо, я согласен тебе подыгрывать. Но у меня есть одно условие. Эй, ботан, ты ничего не перепутал? Какое еще условие? Я тоже буду ухаживать за Ксюшей. Чего? Нет! Тогда я отказываюсь тебе помогать. Стой! Если ты хочешь, чтобы тебе разбили сердце, то можешь попробовать за ней поухаживать. Но я тебе еще раз говорю, Ксюша моя девушка и любит она меня. А ты здесь лишний. Знаешь, я все-таки рискну и попробую. Привет, мальчики. Чего спорите? Что хотите попробовать? Ань, не вмешивайся. Просто ботан оборзел. Сам ты оборзел. Ладно. Вижу, у вас тут своя атмосфера. Я тут лишняя. Пока. Ну так что? Ты согласен на мои условия? Только чтобы Ксюша ничего не узнала. Ксюш, стой! Ксюш, почему я должна за тобой бегать? Ты чего трубку не берешь? Да это все из-за мальчиков. Целый день не названивают. Надоели уже. Понятно. А я их только что видела. А ты случайно не заметила, они подружились или нет? Как мне показалось, нет. Было похоже, что они выясняют отношения. Понятно. Значит, не подружились. А что, должны были? Да, я им сказала, пока не подружатся, чтобы ко мне не подходили. Думаешь, что сработает? Не знаю, но нужно попробовать. Тем более, Никита должен понимать, что кроме него у меня еще есть друзья. Что, ревнует? Угу, не то слово. Стой, ботан. Давай сфоткаемся, отправим Ксюше, чтобы она поверила, что мы друзья. Давай. Сейчас. Все, есть. Так, отправляю. Все, отправил. Пойдем. Глазам своим не верю. Никита и Даня подружились. Что-то мне подсказывает, что это неправда. Почему неправда? Ну вот же они стоят, улыбаются, как настоящие друзья. Ксюш, не стоит верить каждой фотографии. Может, они сговорились, чтобы с тобой подружиться? Ну да, может, ты и права. Но как мне их проверить? А ты напиши им, пускай приходят к нам. Есть у меня одна идея. О, Ксюша поверила, что мы друзья. Хочет встретиться. Так, а сколько сейчас время? У меня же сейчас стрижка. Капец. Да, не завидую тебе. Придется мне самому встретиться с ней. А, ну иди, встречайся. Только ты кое-что забыл. Во-первых, она хочет нас видеть вместе. Во-вторых, куда ты собрался идти, если ты даже не знаешь, где она хочет встретиться? Да, что-то я об этом не подумал. Вот-вот. Так что будешь ждать меня, пока я не подстригусь и не переоденусь. Все, ладно, давай, пока, ботан, на связи. Написал, что он на стрижке. И будет только через час. Ну вот и отлично. За этот час мы тоже подготовимся. Пойдем. О, ботан, а ты что здесь делаешь? Опять грустишь? Даже если и грущу, тебе-то что? Так давай я тебе помогу. Расскажи, что случилось. Нет уж, спасибо. Ты мне уже один раз помог. Ой, да ладно тебе. Посмотри на это с другой стороны. Ксюша раньше на тебя вообще не смотрела, как на парня. А сейчас они с Аней уже тебя обсуждают. Хоть и с ненавистью, но обсуждают. А как ты знаешь, от ненависти до любви один шаг. Насколько я знаю, говорят, от любви до ненависти один шаг. Какая разница? От перестановки чисел сумма не меняется. Лучше расскажи, что грустишь? Грущу, потому что не знаю, где сейчас Ксюша. А мне нужно с ней поговорить. Так это вообще не проблема. Хочешь, узнаю, где она? Что, правда? Поможешь мне? Конечно, помогу. Но не просто так. Понятно. Тебе опять что-то от меня нужно. Нет, ну а что ты хотел? Если ты умеешь что-то делать, никогда не делай это бесплатно. Хорошо. Что тебе от меня нужно? Ничего сложного. Ты справишься. Будешь мне помогать в школе с уроками. Ладно, я согласен. Отлично. Тогда за мной. Смотри сейчас, как я быстро узнаю, где она. Алло, Ксюша, скажи мне быстро, где ты? Нет времени объяснять, где ты. Ага. Пока. Все, Батан, я знаю место. Ань, может расскажешь, как ты хочешь их проверить? Ничего сложного. Мы просто с ними пообщаемся. А по их поведению сразу будет понятно, врут они нам или нет. Это же Никита и Даня. Думаешь, они мне врут? Я уверена. Но не могли они так быстро помириться. Надеюсь, ты ошибаешься. Привет. Я думал, ты одна. А мы думали, что ты с Никитой. Да, Дань, где Никита? Никита сказал, что не придет. Ксюш, можно с тобой поговорить? Наедине. Нет, нельзя. Да, у нас с Аней нет секретов. Ксюш, пожалуйста, мне нужно с тобой поговорить наедине. Нет, я уже все сказала. Если ты хочешь что-то рассказать, то говори при Ане. Молчишь? Я так и думала. Пошли. Как же достали эти мальчики со своим враньем? Почему они думают, что я ничего не понимаю? Ксюш, тебе нужно успокоиться. Все будет хорошо. Только одно радует, что мы завтра всей семьей едем на дачу. Хоть там от них отдохну. Может, поедешь с нами? Ну, я не против. Только ты, главное, не расстраивайся. Все наладится. Пойдем. Пойдем.